Тренер. Обычно тренерам трудно говорить после таких поражений, после таких матчей. Но все равно короткий комментарий того, что видели на поле. Комментарий. Сложно что-то говорить. Все, что мы задумали. В принципе, первые 20-30 минут что-то у нас получалось. Вот. Имели моменты, могли забить. Но, к сожалению, не используем вообще свои моменты, которые могли бы там как-то поменять игру и обратить игру вообще в нашу пользу, чтобы мы ввели игру. Поэтому сложно, очень сложно команде адаптироваться после пропущенного гола. Пропускают гол и все, теряются. Квалификация не позволяет им как-то перестраиваться, играть, продолжать дальше. Потому что это не конец. Но, как мы видим, опять после перерыва быстрый гол и все. Уже не могут прийти в себя. Поэтому очень-очень много надо задуматься ребятам, как играть дальше в футбол. Ясно. Теперь следующий матч. У вас это матч на кубок. И будете играть с командой первой лиги. Какое значение для вас имеет этот матч? Наверное, в психологичном плане? Ну, в психологичном плане, конечно. Ребятам надо хотя бы даже забить голы, выиграть. Понятно, что команда тоже играет в футбол. Тоже нельзя сказать, что там кто-то будет со двора играть. Поэтому нужно отнестись серьезно. Посмотрим, дадим поиграть немножко другим игрокам. Хотя у нас не так много вариантов, но все равно, кто мало играл, будет играть. Потому что достаточно большая нагрузка сейчас была на ребят. Посмотрим. Надо выиграть. Хотя бы для психологического фона. Ну и вопрос. Еще сегодня играли на искусственном поле, но вижу уже через окно зеленое натуральное поле. Может, вы уже знаете, когда перейдете на этот стадион? Мы бы давно хотели, но там меняли полив или что-то меняли в поле, поэтому не смогли раньше выйти. Мы планируем. У нас еще выезд после Кубка с Бангой. Мы играем тоже на искусственном поле. И потом уже планируем 29-го принимать эритаря. Если не ошибаюсь, то мы уже будем принимать на зеленом. Потому что надо потренироваться будет перед этим. Примерно так. Сам ждете? Может быть, это поможет. Примерно так.